Природа, свежий воздух и тишина. Как мечтают об этом горожане, чья жизнь – постоянная суета. Поэтому все, у кого выдался в этот день выходной, по предложению депутата Алексея Митрюшина, отправились в загородный клуб «Завидное», главная направленность которого – рыбалка. Но территория включает лесной массив – идеальное место для пейнтбола. Сюда и направилась видновская молодежь. Одна из участниц мероприятия – Анастасия Рыкашевич. Я координатор народной дружины по городу Видное, помогаю реализовывать этот проект. Лето 2015. Здесь собрались разные люди в разной профессии. Это многодетные семьи, которые приехали, оставили своих детей дома и приехали просто отдохнуть, поиграть, насладиться временем. Спасибо, конечно, социально активному бизнесу, который нам все это предоставил совершенно бесплатно, чтобы мы могли здесь поучаствовать. Загородный клуб «Завидное» – коммерческое предприятие, но имеет социальную направленность, предоставляя возможность отдыхать у себя совершенно бесплатно. Мы понимаем, что любая коммерческая организация должна нести некую социальную направленность и осуществлять мероприятия не только направленные на извлечение прибыли, но и на те категории людей, которые не могут заплатить за это самостоятельно. Гостей из Видного облачили в специальную одежду, выдали каждому маску. Известно, что играя в пейнтбол, прежде всего необходимо беречь голову. Азат Мулаханов – самый юный из участников, но один из немногих, кто имеет опыт игры в пейнтбол. Экстремальное ощущение. Страшно. Перед игрой всегда страшно. Очень. И все-таки, несмотря на это, ты снова пришел? Да. Почему? Ну, захотел еще раз пробовать этого экстрима. Инструктор Александр Танищ объяснил ребятам правила игры, а те внимательно слушали, ведь важна любая мелочь. Во время игры задавать вопросы инструктору будет уже некогда. Если у вас открылась крышка, плотно до щелчка закрываете крышку, продолжаете игру. И вот игра началась. Для первого раза задача простая – кто кого перестреляет. На пятую игру они уже начинают думать как военные, то есть не прорабатывают тактику, они заранее договариваются, кто куда идет. Не так, как сейчас. Здесь на первую игру они разбежались в разные стороны, а на пятую игру они уже договорятся, кто за каким укрытием будет сидеть и кто как будет стрелять. Массу эмоций получили ребята за четыре раунда игры. Именно настолько хватило полной упаковки желатиновых шариков. Мне было интересно, где мой муж? Мне было интересно его подстрелить. Это было, наверное, первое. Ну, мы в противоположных командах играли. А как так получилось? А вот так нас выбрали. Кто победил? Дружба? Наверное. Не знаю. Оранжевый победил. Говорят, тот, кто вкусит все прелести пейнтбола, обязательно захочет играть еще и еще. Ну, а кто побывает в загородном клубе «Завидное», обязательно сюда вернется снова. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Анастасия Нурхонова